Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Культурный шок». Со мной сегодня в студии режиссер-документалист, писатель Алиса Бяльская-Найма. Я Сергей Подражанский. Мы сегодня поговорим о недавно вышедшем на одном из каналов израильского телевидения документальном фильме, посвященном 25-летию Алии из бывшего Советского Союза. Здравствуйте, Алиса! Здравствуйте, Сережа! Итак, как вам в общем и целом понравился фильм мастодонта израильского телевидения Хайма Эвина? Можно сказать так, это не самый худший фильм, который я видела на эту тему. Его можно было высмотреть от начала до конца, что уже победа, обычно на пятой минуте переключаешься. Но то, что это мастодонт, да, это как раз очень правильное определение, потому что это фильм мастодонта. Я не знаю, мастодонт или израильского кино и телевидения, или просто мастодонт, а скорее это фильм мастодонта. Но вот те взгляды, которые он представил в этом фильме, они какие-то из позапрошлого века, на мой взгляд. Поэтому у меня очень двойственное впечатление от фильма. По большому счету, это фильм не только Хайма Эвина. У него есть соавтор, Рауин Бродский, который очень талантливый, на мой взгляд, талантливый документалист. И в общем, человек, который понимает в этой теме, он тоже представитель нашей волны эмиграции. Он приехал в 90-каком-то году. Он здесь лет 15. Да. И из-за этого в этом фильме, чисто с кементографической точки зрения, он делится. Это такое странное произведение получилось, потому что как бы под одной упаковкой есть два фильма. Один фильм, который снимает режиссер, это Рауин. А второй фильм, это то, что хочет сказать Хайм Эвина, то, что он, собственно, говорит в фильме. И комментирует. И комментирует. Под определенным углом зрения. Под очень определенным углом зрения. Это совсем какая-то абсолютная вещь в себе. И эти две точки зрения, ну, никак между собой не сочетаются, не сплавливаются, ни во что единое. Так и остаются двумя раздельными кусками. Поэтому из-за этого я даже могу позволить тебе сказать, что, в общем, как фильм, это не получилось. Потому что эти два человека не нашли, они не пришли к консенсусу. Нет, но мы, я думаю, что тут в данном случае надо говорить об этом не как о явлении в документальном кино, а как о факте израильской жизни. Об отношении старого Израиля к новому Израилю, о понимании старым Израилем, как здесь модно говорить, ментальности или менталитета, здесь говорят, ментальности приехавших и попытка загнать новых репатриантов, в данном случае из СССР, в другом случае из других стран мира, в тот самый плавильный котел, который, по-моему, уже давно весь дырка. Который уже давно отменили, которого уже не существует никто. Да, его нет нигде. А он продолжает нам рассказывать, что вам следует читать Пинскера, вам следует читать еще кого-то, тогда вы станете настоящими сионистами и нечего читать по-русски, разговаривать по-русски, русские школы, русские садики, а надо быть израильтянами, забывая о том, что он сам приехал в землю Израиля совершенно не по сионистским идеям. Страна, в которой он проживал вместе со своими родителями, называлась Германия. И немецких евреев оттуда нельзя было выковырять даже в 1938-1939 году, к сожалению. Он говорит об этом, но вот у меня такое ощущение, что травма, которую он пережил, приехав в Израиль в то время, когда людям необходимо было отказываться от своей прошлой идентичности, от своего языка, от культуры, которую они привезли для того, чтобы становиться израильтянами, из-за того, что он пережил эту травму и она повлияла на него, такое ощущение, что он пытается чисто психологически заставить других людей, других эмигрантов пройти опять через то же самое, забыв и потерять себя. Там есть его потрясающая беседа с Бродским на берегу моря, когда он говорит, я, выходя из дому, я становился Саброй. Становился другим человеком. Другим человеком становился Саброй. И он ему задает очень точный вопрос о папе с мамой. Он сказал, а папа с мамой были беженцы, они так ивриты не выучили. Он говорит, то есть вы потеряли абсолютно связь с родителями? И тут был такой щелчок какой-то. Очень здорово это было. Ну вот это было одно из тех мест, где, собственно говоря, ты говоришь, рассматривать это не надо, рассматривать это как документальный фильм, а надо рассматривать это как некое явление в общем контексте, безусловно. Но все-таки мы говорим о фильме. И фильм работает только тогда, когда в нем есть некие эмоциональные моменты, с которыми человек, зритель, может себя идентифицировать. А можно один такой, не киношный вопрос? Значит, этот фильм готовился довольно долго, судя по всему. Почему он вышел вот сейчас на предвыборном этапе, так? И фильм человека, который был рупором старого Маараха. Человека, который, по-моему, даже плакал, когда Бегин пришел к власти. И этот фильм выходит вот сейчас. Я почему этот вопрос задал? Потому что первым, кто на него откликнулся из больших политиков, был лидер нынешней воды, Ицхак Герцог, который написал такую вещь. Это мое послание, говорит Герцог, к молодому поколению репатриантов из стран СНГ. Молодежь поколения полтора, то есть как называется фильм, чувствует отсутствие лидерства, вакуум руководства в данном правительстве. И с каждым днем все больше молодых присоединяются к партии АВОДА, которая представляет все, что им важно. Это в первую очередь безопасность, национальную, личную, экономическую, наряду со схожими культурными ценностями. Вот мы посмотрели этот фильм, мы видим, что опять пытаются загнать в некое гетто, культурное. Опять нас кормят стереотипами, опять мы видим, что за 25 лет ничего не извинилось. Тем более, что там звучит слово «стеклянный потолок» знаменитый. Да, и пожалуйста, избиратели русские, поймите, что вам нечего делать с представителями старого эстеблишмента, только мы сами можем выбрать для себя дорогу. То есть как бы любой человек может это использовать, как он хочет. По большому счету, что мы видим в этом фильме? Он уже не такой патерналистский, как они снимали раньше. Это фильм того же «Явина» четверть века назад. Который был, ну просто это невозможно было смотреть. Ужасный, да. Здесь, по крайней мере, хоть какая-то сделана попытка, пусть она провалилась. Вначале дают людям сказать что-то, но это длится не так много времени, потому что потом он захватывает как бы все эфирное время, и он говорит свои мысли в результате. Чем заканчивается фильм? Тем, что ничего, вот я все это пообщался с людьми, вот я послушал, что люди говорят, и к какому выводу я пришел? Ничего меня не изменило, ни в чем меня не убедили. Они не правы, а прав я. А надо быть благодарными. Мы вас привезли. Мы подставили плечо. Мы вам дали, мы вас спасли, вы там умирали с голоду, вас там не знаю, что с вами делали. И где благодарность? И у меня, например, возникает вопрос, а какой благодарности они ждут? Собственно говоря, что требуется? Ну кроме того, что нужно изменить свое имя, эвротизировать его, отказаться от имени, от фамилии, перестать говорить с детьми на русском языке, с родителями заодно вообще перестать общаться тоже. И стать кем? Кем стать? Людьми, не помнящими своего родства? Он нас, кроме Усишкина и остальных классиков сионизма, он у нас, мне очень понравилось, что он нас отсылал к Танаху. И вот я тут хочу рассказать про Танах, это ведь интересная история. Особенно еки большие поклонники. Нет, но чем интересен, что именно к Танаху? Это же не случайно Танах. Например, во времена Галута, да и сейчас религиозные люди, они никогда не читали Танах. Танах, собственно говоря, не был книгой. Книгой было то, что читалось, то, что было написано в Галуте. Люди читали Талмуд. Собственно говоря, это была культурная политика Израиля. Отказаться от наследия двух тысяч лет в Галуте, отказаться от Талмуда. И вернуться к истокам, начать читать Танах, который... Собственно, вот это слово Танах и возвращение к нему, это попытка вернуться к тому, казалось бы, народу Израиля, который был. Что, собственно говоря, является неправдой. Потому что уже больше, чем две тысячи лет назад люди в Израиле не говорили на иврите, они говорили на арамейском языке. И священными книгами были писания, написанные Хазаль, нашими мудрецами, мудрецами Талмуда. Собственно говоря, на... Нашими мудрецами. Да, написанные на арамейском тогда языке, тоже на языке Галута. И в Галуте, собственно говоря... Нет, это не язык Галута, это язык все-таки Рецисраэль, но это язык уже другого поколения. Уже другой, да, другой жизни. Да. Это было осознанное абсолютно желание людей, как бы, сделать, внедрить этот миф, возвращение к каким-то истокам, какой-то культуры, которой по большому счету не было. Из-за этого две тысячи лет, которые прошли, были практически стерты. И вот его вот эти призывы, типа, забудьте вашу историю, откажитесь от вашей идентичности, они в струе того, что было, может быть, актуально в Израиле 50 лет назад, 60 лет назад. Но сейчас это такой анахронизм. Нет, даже 60 лет это уже не было. Понимаете, не то, что это вызывает. Раньше у меня это вызывало раздражение. Сейчас у меня это вызывает, может быть, даже жалость. Потому что ты понимаешь, что человек просто отстал от времени. Это потому, что поколение первого Израиля ушло или уходит. И они цепляются за эту идею, которая им кажется путеводной звездой. Она ей давно уже не является. Это сегодня современное технологическое государство. И когда нам советуют читать Танах, то отношение его поколения и его среды к религиозному Израилю, это тоже не образец поведения, между прочим. Абсолютно, да. То есть это, в общем, даже и лицемерие какое-то с его стороны. Вдруг человек, который никогда не носил кипу, я сомневаюсь, что он бывает в синагоге даже на судный день, не мое дело. Он нас учит только этому. Он нас учит и в ритской культуре, не называя ни одного имени, ни одной фамилии, ни одного названия, ничего. И отцов основателей сионизма, Усышкина и так далее. Хотя он называет несколько фамилий, Пинскер, допустим, который совершенно не призывал никого никуда репатриироваться. Это культурный сионизм. Да, и ни от чего отказываться. Вот это мне, если честно, вот эти его какие-то страдания, они мне напомнили, наверное, не совсем корректная ассоциация. Но вот когда начал разваливаться Советский Союз, уже в конце 80-х, то я помню людей, которые были искренними коммунистами. У них было непонимание того, что происходит, и вот утрата мечты, утрата некого идеала, в который они верили. По большому счету, вот эта попытка строительства нового человека с чистого листа, это же идеалистическая, утопическая идея, которую мы на своей шкуре испытали там. Может быть, поэтому у нас вызывает такое отторжение невероятное, то, что и сейчас нас пытаются засунуть в то, что мы уже один раз прожили, для нас это не новое. В 20 веке было три идеологических страны. Советский Союз, Нацистская Германия и Израиль. Две из них. Почили в Бозе. А Израиль пытается стать нормальным современным государством. И взгляд из вчера к сегодня, он абсолютно контрпродуктивен. Я думаю, что на этом мы можем поставить точку в обсуждении этого не самого выдающегося фильма. И мне просто периодически было жалко одного из ведущих фильма и его режиссера, этого Родиона Бродского. Да, потому что он талантливый парень. Да, который все правильно говорил и все правильно снимал. И это ни разу не было в пандан с его главным ведущим. Я думаю, что ошибкой было все-таки, я не знаю, как он снимался, как он финансировался, ошибкой было пригласить человека, которого нельзя, негибкого, настолько негибкого. Я думаю, что там немножко наоборот. Я думаю, что это Евин пригласил режиссера, который снял какой-то... Ну, опять-таки, не будем никого рекламировать, а в титре было много организаций. Итак, значит, вот такой вот фильм, который в очередной раз показал, так сказать, евритоговорящие общественности. Нас, может быть, не в самом лучшем виде. И самое главное, что в главном направлении этого фильма не было того, что должно быть в документальном кино. Не было правды. Да, ну, частично. Она частично была. Нет, она была, это был фрагмент, но идеологически, если можно так сказать. Он показал разные его. Просто там, собственно говоря, не было, абсолютно не было показано то большинство, которое живет в этой стране, которые являются израильскими гражданами, которые, в принципе, называют себя израильтянами, ими являются. Кстати, одна из главных героинь, это вот девочка, которая рвется в израильскую евретоязычную журналистику, которая не хочет быть русской, на сегодняшний день работает журналистом в газете «Вести». А, вот так. Итог такой, за время съемок этого фильма. Итак, дорогие друзья, всего доброго. Это программа «Культурный шок». С вами были вместе Алиса Бяльская-Найман и Сергей Подражанский. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова